До конца испившая чашу человеческого зверства, распятая смертью, поправшая смерть. Прошло 10 лет с тех пор, как Мэтью Шепарда убили за то, что он был геем. За считанные дни он стал постер-чайлдом ЛГБТ-движения, символом. В 2001 году Элтон Джон свой American Triangle посвятит образу чучела, за которое приняли изуродованное до неузнаваемости тело Мэтью. В 2004 году Теа Хопкинс напишет посвященную убийству Мэтью песню «Jesus is on the wire» и «Иисус на проводе». В названии песни имеется в виду тот провод, которым Мэтью был привязан к забору, пока его, как позже напишут сухим языком полицейских отчетов, избивали руками, ногами и рукоятью пистолета. Убийству Мэтью Шепарда последовало беспрецедентно громкое освещение в прессе, документальные фильмы, журналистские расследования, общественные дискуссии, правозащитные движения и фонды, законодательные инициативы. История насилия над представителями ЛГБТ насчитывает не одно поколение, и дело Шепарда, не умещающееся при ближайшем рассмотрении в рамке человечности, не уникально по фабуле. Он не первый и не последний, не альфа и не омега. Каждый год в странах самого развитого капитализма людей продолжают убивать на почве гомофобии и каталогизировать эти убийства. У этих убийств теперь есть юридически квалифицирующее название – убийство на почве ненависти. Гибель Мэтью Шепарда разделила историю ЛГБТ-движения на до и после, стала новой точкой отсчета на пути свободе. Это видно сейчас, через 10 лет. Это становится заметнее с каждым днем. В Иране за эти же самые 10 лет казнено 4000 геев. Это примерно один человек в обычный день и два человека ежедневно. Например, в течение священного месяца Рамадан. Что выбрать между бесконечной ценностью одной маленькой и хрупкой человеческой жизни и тотальной ахмадениджации общества и страны решать, как обычно, нам?